Привет дорогие друзья! Сегодня я делаю вот такой очень вкусный и интересный штрудель с маком. Это очень интересная выпечка. Делается она очень просто. Так как делать тесто я уже рассказывала в предыдущем видео, ссылочку также оставлю на тесто в описании. А здесь уже начну именно с приготовления самого штруделя. Тесто у меня, вы видели, получилось вот такое вот тоненькое. Я его отправила отдыхать и уже могу начать заняться начинкой своей. Для начинки я возьму мак. Здесь у меня был пакетик 125 грамм мака. В него я потом буду добавлять сахар и яйцо. Для начала мак мне нужно измельчить. Я измельчать буду в блендере. Либо несколько раз его нужно перекрутить на мясорубку, для того чтобы он стал, ну вот я не знаю заметно тут не заметно, крупинки должны быть пораздроблены. Теперь добавляю в мак яйцо и сахар. Это не обязательно делать в блендере, можно просто перемешать уже отдельно в посуде. Перемешиваю еще раз для получения однородной массы просто. Опять же повторюсь, можно просто смешать отдельно в тарелочке, не важно. Также можно сюда добавить пару столовых ложек молока, для того чтобы наша масса потом лучше наносилась и с ней было удобнее работать. Я почему-то в этот раз не добавила, но в принципе можно добавить пару ложек молока. И теперь просто займемся тестом. Тесто здесь пресное, вытяжное, самое простое тесто. Долго на этом останавливаться не буду. Тесто я подкатываю изначально в небольшой пласт и дальше его буду вытягивать руками. Я переворачиваю тесто на обратную сторону рук и вот так вот как бы протягиваю. Раскатывать тесто можно и на промасленной поверхности, смазав растительным маслом. И потом, соответственно, оно и скользить на руках будет попроще. У меня не всегда получается тесто растянуть на руках до нужной мне толщины, и чтобы оно у меня нигде не порвалось. И мне проще раскатать его потом, подкатать. Тем более, что и края тогда у меня одной толщины становятся, и мне не нужно будет их обрезать. Мне, если честно, так проще. Я просто потом подравниваю края, не потому что они у меня толстые, а потому что так у меня в противень не влезет мой штрудель. И буду смазывать маслом, для того, чтобы мой штрудель был действительно хрустящим. Благо в эти штрудели можно запихнуть все, что угодно. Начиная от яблок с изюмом и корицей, заканчивая, я не знаю, шпинатом с омлетом. То есть в штрудель можно сделать абсолютно любую начинку, такую, как вам хочется вот сейчас, или то, что у вас есть в холодильнике. Это просто даже интересно, то, что можно его сделать с чем угодно. Вы видите, я раскатала довольно длинный такой пласт. Чем он длиннее, тем толще будет у вас штрудель. Я буду его закатывать не сильно свободно, и поэтому он у меня будет довольно плотный. Можно, если у вас еще будет больше начинки, он, соответственно, получится немножечко побольше. Я стараюсь распределить свой мак. Немножечко плохо он распределялся, за счет того, что я не добавила в него молоко. Он такой туговатый и тянет за собой тесто. Поэтому вы смотрите, чтобы консистенция была такая, чтобы вам удобно было намазать. Либо разложить как бы. У меня уже это был второй штрудель, и на него осталось чуть меньше мака, чем на предыдущий. В один я разложила вот таким вот толстым слоем мак. А в этот у меня получилось немножечко мака поменьше, но я решила сюда добавить еще грецкие орешки жареные. Просто в руке измельчаю грецкие орешки. И посыпаю. Я посыплю также на тот край, который у меня не покрыт маком. Можно маком покрывать, ну, то есть любой начинкой можно покрывать, как по длине всего штруделя, оставляя буквально для одного лишнего завитка свободное место, то есть сантиметров хотя бы 10 свободно. А можно просто положить с одной части, вот с самого начала такую горку и закрутить. То есть и тогда начинка у вас получится просто внутри, а сверху как слоеные такие штучки. Посмотрите, я буду заворачивать штрудель, потому что у меня силиконовый коврик, мне это проще. Также советуют штрудели вот так вот заворачивать на обычной хэбэшной ткани, будь то какая-то большая салфетка кухонная, либо полотенце. То есть у меня благодаря силиконовому коврику все это очень просто. Вы видели, я защипнула немножечко края своего штруделя. Но не думаю, что он у меня должен куда-то вытекать, это не та начинка, которая будет вытекать. И складываю просто. Теперь перекладываю свои штрудели на коврик, у меня это тефлонный коврик, и сверху буду смазывать его еще раз сливочным маслом, для того, чтобы он у меня стал действительно хрустящим. Если вы хотите, чтобы он был более поджаристым, но не таким хрустящим, сверху смазывайте желтком. Тогда он будет не такой хрустящий, но более такой золотистый. Вы видите, один штрудел я скрутила очень-очень плотно, и он у меня такой прям тоненький получился, а другой чуть-чуть посвободнее, он у меня чуть-чуть пошире. Если у вас начинка, в которой есть жидкая составляющая, которая будет паровать в духовке, сделайте несколько дырочек цыганской иголкой в своем штруделе, для того, чтобы выходил пар. Отправляем его в духовку где-то минут на 20-30, при температуре 180 градусов. Смотрите по корочке, по сути начинка у нас проготовится, смотрите просто, чтобы у него был красивый вид, тогда и доставайте. Вы видите, мой штрудел режется ножом-пилой, потому что он сверху очень хрустящий, для того, чтобы не повредить его, я его режу пилой. Посмотрите, какой он внутри. Слоеный, красивый. Сверху еще, как получается, несколько слоев таких. Очень интересный и хрустящий получился наш штрудел. Надеюсь, вам пригодится мой рецепт, обязательно попробуйте. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok